прыгают друзья так то есть очередной наш день сегодня он такой будет лайтовый уже не уехал домой там на чуть-чуть мы сегодня у нас в планах работ тут снять крышу разобрать наш навес который по доске для просушки был и по максимальности отобрать наши такие более-менее ровные доски для нашего пола который мы будем здесь сделать вот вчера мы еще накрыли накрыли пароизоляцию только еще не пристреливали надо еще степлером пройтись прострелять и тогда будет нормально все а так в целом у нас все 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 нормально так идем работаем грубо говоря сегодня вот по максимуму мне поработают доску которая нам сейчас нужно на стену и на пол я ее антисептиком покрою и по возможности если что-то мне будет оставаться по времени буду доделывать тут еще есть такие мелочи а завтра приступим к такому сильному боевому действию поднятию стену вначале пол сделаем чтобы платформа была а потом уже будем на этой платформе делать нашу стенку работаем а штабели были уложены на бетонные столбики на высоте от земли в 30 сантиметров доску укладывал послойно и между слоями доски укладывал прокладку шагом один метр строго друг на другом каждый слой доски тщательно подметался от опилок так как доска стояла в таком положении больше двух месяцев при возведении временного покрытия стойки под стропила прикручивал к прокладкам а скрепленные прокладки между собой не давали возможности древесине выкручиваться так как я держал уже вес нижележащей древесины как видите одна стойка короче другим это для создания уклона крови настил для покрытия был из оэсби панели эти листы в дальнейшем нужны будут при строительстве дом так Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И отбора лучших и худших Добавил субтитры DimaTorzok 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 сейчас потихоньку процесс этот завершим ну на такой жаре честно сказать трудно работать солнце вот сегодня весь день смотрите какое ни одного облачка ничего нет трудно работать поэтому как-то так даже чуть-чуть вяло и медленно идет вообще хочется к уже куда-то в тенью посидеть потому что невозможно но сейчас запшикаем пускай сохнет перед применением антисептик следует перемешать и не смешивать ни в коем случае с другими составами так как их свойства могут потеряться производитель рекомендует уносить антисептик 2-3 приема где средний расход получается 3-4 литра на метр квадратных и оставлять сушиться между приемами на 20-40 минут я же наносил один раз и обрабатывал 54 доски площадь одной доски составляет 1 7 метр квадратных общая площадь составляла 92 метра квадратных цептика из расходов 50 литров получаем что средний расход был около двух килограмм на метр квадратный итак знаете что на сегодня я успел сделать так я отобрал вот одну партию на пол уже изготовил тут уже докрашиваются остальные но завтра надо чуть-чуть еще тут делать тут на стену у нас идут тоже добиваю завтра тоже буду добивать сейчас сохнет уже солнце прячется можете тут еще один раз переверну прокрашу но должно подсохнуть они переворачивают пока мокрые тут из штабеля у нас осталось тут осталось вот еще этих два ряда можно разобрать посмотреть что там хорошие открасили мы еще нашу не кондицию это на всякие обрезки там подрезки будут у нас чуть-чуть прибрался так на участке и накрыл все-таки решил пленкой наш пока платформу потому что там мембрана пока торчит я вот боюсь если дождь пойдет то это просто ванночка будет которую всю воду соберет и нашего утеплитель будет бык а так вот в целом все тут еще по мелочи что-то буду доделывать женьки привет его сегодня нет он сегодня на побывку домой уехал если книженька я тут половину не сделал бы того что мы сделали рукастый парень из головастый так сказать вот с ним вообще в радость работать так что ждем его завтрашнего приезда он обещался завтра приехать и мы продолжим работу будем собирать наши стены потихонечку надо уже как-то вылазить верно сколько можно сидеть с этим фундаментом но это на этом пока все до следующих встреч пока